Привет-привет! Я всех приветствую на своем канале Готовим с Людмилой. И я благодарна своим небольшим подписчикам, которые у меня подписались. Их у меня всего 66, и я довольна, что они у меня есть. Значит, кому-то это нужно, хотя моему каналу с 22 января еще нет месяца. Итак, девочки, сегодня мы возьмем, сделаем, ну, самса она у нас по-домашнему, как я ее делаю дома. И нам продукты нужны очень-очень простые. Мука, соль, яйцо и вода. Это мы замешиваем тесто. Я сначала насыплю сюда муку. У меня взвешено 700 грамм. Но я не буду всю высыпать. Я лучше потом подсыплю, если мне надо. Вот столько я еще оставила. Значит, мы сюда соль, ложечку чайную высыпаем, чтобы было солененькое. И воды у нас здесь вот 250 миллилитров. Но если будет мало, мы еще подольем воды. Посмотрим, как у нас будет с тестом. Сейчас мы это все разболтаем. Ложечку не взяла палочкой, лопаточкой пойдет. Так, размешали. Размешиваем соль с мукой и замешиваем тесто. Тесто нам нужно замесить очень тугое. Тесто я вымесила. Муки у меня 100 грамм осталось от 700. Сейчас я это тесто положу в мешочек. Посмотрите, какое оно получилось. Плотное. Такое прям хорошее. Сейчас я положу в мешочек и пусть она отдыхает. Пока мы будем делать начинку. Будем кубиком нарезать свининочку. Ну, я включусь, покажу, как я нарезаю, чтобы вы видели, знали, как мы это делаем. Ну, все, тесто у нас отдыхает. Теперь будем готовить свининку. Она у меня полностью не растаяла с холодильника. Мы нарезаем ее тоненькими, такими пластиками. Стейки. Потоньше, чтобы нам было удобно, чтобы она тоже пропеклась. Ну, у меня сонежная свинина, она быстро запекается. Вот. Потом полоски такие режем. Видите, подмороженное, как оно режется хорошо. Надеюсь, вам видать хорошо. Такой вот кубичик. Также меленько режем. Все, я это перережу. И дальше включусь, как мы будем замес делать фарш. Я перекрошила мясо и лук. Лук я весь не скрошила. Мне показалось, что это много нам очень. Ну, осталось две штучки. Я думаю, грамм 150 осталось. Было 600 грамм. Значит, вот 450 где-то у меня здесь лука. мяско, я все сюда. Да, лука нам хватит. Хватит. Сейчас я сюда добавляю черный молотый перец. Так, хорошо. Чили даже еще добавлю сюда, потому что здесь у меня смешанные специи для аромата. Так, имбиря обязательно. Ну, кориандр я не буду ложить, потому что дети как-то... И соль. Солим по вкусу. Вот так вот. Все. И вымешиваем. Нос растаял тут на этом всяком, на специях моментально. Сочный будет. Ох, какой будет фарш хороший. Тесто у нас полежало в холодильнике. Оно у меня лежит, отдохнуло. Сейчас мы его разделим на кусочки. И оно еще будет у нас лежать. Ой, какой фарш хороший получился. Сейчас я его накрою крышечкой, чтобы он весь стал ароматный, пропитался. Он когда укрыт, он прям все ароматы здесь у него. Тесто полежало, отдохнуло. Посмотрите, какое оно стало податливое в работе. Мы его сейчас разделаем на кусочки. Подкатаем и пусть оно лежит. Песня. Снимаем. Песня. Вот такие колобочки мы сейчас разделаем и еще накроем, и оно будет у нас лежать еще. Чтобы оно у нас потом было эластичное, податливое в работе. Ну, в общем, давайте. Мы уже это умеем делать, уже не первый раз делали. Давайте будем делать. Я раскатала сочни, они у нас отдохнули. Растопила сливочное масло, и теперь хочу их смазать, и пусть они еще полежат у меня смазанные сливочным маслом. Все вот так вот все смазываем. Все, я смазываю. Я смазала сливочным маслом, накрываю крышкой, и пусть они постоят. Полежало тесто, минут, наверное, 15 отдохнуло. Один уже сочень я растянула. Смажем его маслицем. Растягиваем следующий. По маслу так колзете. И их накладываем друг на друга. Ну, я, наверное, их 5 штук наложу друг на друга, а потом покажу, что будем делать дальше. Вот так. Так, 6 сочней я растянула, и 6 еще у меня остается растягивать. Что делаем дальше? Дальше берем и все в рулончик сматываем. Смотали в рулончик, а теперь будем разрезать. И вот такие будут у нас сочные. Разрезаем. Маленький сделала. Сейчас его подделаем. Раскатываем теперь сочни. Здесь у нас в рулетике уже завернутое слоёное тесто. Припылили его мукой и раскатываем сочни. И будем сейчас уже формировать нашу самсу. Так, у нас фарш готов. Все готово. Лепим вот такие треугольнички. Вот, я уже доделываю. Защипываем треугольнички. Вот таким образом. Складываем на листик. Сейчас я доделаю и будем смазывать. Ну вот, я разделала всю самсу. Смазала уже яйцом. Один листик. И у нас есть еще один листик. Вот, смазываем. Хорошо все. Стол я еще в муке не убирала. Сейчас вот все это сделаю. Поставлю, чтобы выпекалось. А потом займемся уже посудой. Фарш ушел весь. У меня его было 600 грамм и 450 грамм лука. Все ушло. И кунжут у меня. Черного у меня нет кунжута. У меня беленький. Немножко посыпем. Все, сейчас будем выпекать. Ну вот, один листик испекся самсы нашей. Такая. Ого, хрустящая какая. Смотрите. А сколько там соку. Давайте, чтобы туда на это было. Смотрите. Вся рассыпается аж. Ой, аромат стоит. Ой, ой, ой. Еще один листик печется. Ну вот она вся рассыпается. Хрустящая, вкусная. Так что, девочки, давайте. Уже второй листик вам показывать не буду. Мы уже садимся пить чай. А вам всего доброго. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Будьте со мной.